Вот это и называется приключение. Для геймера Арсения Секлетина компьютерная игра-стройка – это способ самовыражения, ведь в виртуальном пространстве можно построить свой уникальный мир, вырастить необычных животных и попробовать себя в самых разных ролях. Здесь, в этой игре, тебя ограничивает только твоя фантазия. И на самом деле так и есть. В жизни ты вряд ли можешь создать то, что ты прям видишь. А здесь создавай сколько угодно, ведь игра принадлежит полностью тебе. Бесконечный мир, где-то на 33 тысячи миллионов, миллиардов, триллионов блоков. И ты можешь построить там любые города, любые автосвалки, любые машины. Популярная игра, которая стала альтернативой кубикам Лего, но в компьютере полюбилась многим. Независимо от пола, возраста и социального статуса. Это, по сути, создание новой реальности, автором которой выступает сам игрок. Так студенты Самарского университета построили в игре корпус своего вуза. Евгений Смирнов – один из виртуальных архитекторов. Рассказывает, фасад основного здания удалось завершить за два дня. Позже узнал, что учащиеся другого факультета тоже работают над игровым студенческим городком. И предложил объединить усилия. Сейчас команда из трех человек внедрила в игру уже 12 зданий. «Отличием от реальных зданий является отсутствие внутреннего обустройства корпусов и иногда масштаб. Но мы делаем все возможное, чтобы виртуальная копия по минимуму отличалась от оригинала. В планах выставить сервер с картой на хостинг, чтобы каждый мог присоединиться и, к примеру, провести время на виртуальных парах или беседуя в буфете». Идея виртуального воплощения продукта своих трудов захватила даже творческую интеллигенцию. Так, театр Санкт-Петербурга создал постановку «Вишневого сада» в виде компьютерной игры. Премьера спектакля «В реальной жизни» прошла 17 января 1904 года. А в 2020-м уже на виртуальную сцену в качестве героев пьесы Чехова вышли «Квадратные человечки» и вдохнули в постановку «Новую жизнь». В игре всё максимально правдоподобно. Вот мы заходим в здание театра, идём по длинным коридорам, слышим звонок и ещё один. Раздаётся предупреждение о начале спектакля. И последний, третий звонок. Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас сегодня на нашем спектакле. Напоминаем вам, что фото, видео и киносъёмка в зрительном зале запрещены. И просим вас на время спектакля отключить свои мобильные телефоны. Компьютерная игра «Стройка» стала самым популярным запросом в интернете после музыки. В сети ей посвящены миллионы видеороликов. Мария Левина, Виктория Шара, Константин Головин. События. Виктория Шара, Константин Головин.